Хорошо. Позволь мне спросить тебя основной вопрос. Веришь ли ты, что что-то может появиться из ничего? Возможно ли чему-то появиться из ничего? Ни энергии, ни материи, ни пространства, ничего. Это сложный вопрос. Почему? Ничто — это противоположность чему-то. Позволь мне выразить тебе в математической форме. Что тебе даёт ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль? Ноль? Верно, ноль. Можно ли получить единицу, если продолжать добавлять ноли? Нет. Если было абсолютно ничто, могло ли появиться что-то? Нет. Верно. Так может ли произойти что-то из ничего? Да. Как это? Ты имеешь в виду нет? Да, я имею в виду нет. Ничего страшного. Хорошо. Если мы приняли, что что-то не может произойти из ничего, тогда откуда взялась Вселенная? Потому что мы знаем, что Вселенная не может возникнуть из ничего. Но должно быть что-то. Ты согласен? Конечно. То, что было до Большого Взрыва. Да, люди не могут этого объяснить. Что это должно было быть до Большого Взрыва? Есть такая гипотеза или теория, но доказать её невозможно. Некоторые говорят, что Вселенная — это как бесконечная петля. Она говорит, как произошёл Большой Взрыв. Я знаю, о чём ты говоришь. Вселенная продолжала расширяться, а затем сжиматься, чтобы произвести ещё один взрыв. Такое объяснение. Хорошо. Я знаю об этом. Это очень слабая теория в научной середине. Хорошо? Да. Она слаба, потому что она противоречит истории, которую мы видим. Мы видим расширение Вселенной, и мы видим доказательства Большого Взрыва. Мы видим много вещей, которые доказывают нам, что это неправда. Понимаешь? Да, есть отправная точка. И даже если мы примем эту идею, нам всё равно придётся объяснить, почему существует Вселенная. Откуда она взялась? Точно. То есть даже если эта бесконечная петля Вселенной верна на 100%, остаётся вопрос «как?» Да. Как появилась энергия и материя? Нам ещё нужно объяснение. Понимаешь, что я имею в виду? Итак, мы говорим, что Вселенная должна произойти от чего-то. Теперь позволь мне задать тебе вопрос. Этот стол. Веришь ли ты, что кто-то сделал этот стол? Да. Ты видел его Создателя? Нет, я не видел его. Так почему ты считаешь, что кто-то сделал этот стол? Потому что я знаю, что у него должен быть... Кстати, этот стол был сделан на заказ. Такого стола больше ни у кого нет. Почему ты считаешь, что кто-то сделал этот стол? И не говори мне, что ты видел такой стол. Потому что он единственный в своём роде. Я думаю, кто-то должен был сделать каждую часть отдельно в каком-то месте и собрать все части вместе. То есть ты говоришь, что это было задуманно. Да. Что это требует разума, знания языка, силы и соединения материала вместе. Без всего этого можно ли сделать этот стол? Без всего этого нет. Хорошо. Теперь мы многое узнали о создателе этого стола, не видя его. А только через его стол. Да. Правильно? Да. Хорошо. Давай применим это ко Вселенной. Что нужно для создания Вселенной? Закономерности и законы? Позволь мне сказать тебе. Вселенная состоит из атомов, правильно? Да. И каждый атом содержит в себе невообразимо огромное количество энергии. И если ядро атома расшипеть, происходит атомный взрыв, правильно? Так что сколько нужно силы и энергии, чтобы создать все это? Это невозможно вообразить, верно? Так что это что-то обладает таким количеством сил и энергии, которое невозможно понять и постичь. Да, это невозможно представить. И у него есть разум и мудрость. Мы можем сказать это, смотря на все эти орбиты, гравитационные поля, планеты и галактики, верно? Да. Это что-то, что не ограничено пространством и временем. Как в нашем случае, правильно? Потому что создатель создал пространство и время вместе с большим взрывом. Что означает, что законы, которые применяются к нам, не применяются к нему. Действительно. Это логично. Да. И в таком случае, если ты будешь в это верить... Да, теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Значит, творец существует. Значит, ты веришь в Бога, верно? Да, я думаю, можно так сказать. Поэтому мы говорим, мы можем верить в Творца без необходимости его видеть. Да. Потому что мы видим эффекты или следы Творца. И мы видим замысел, а у замысла должен быть свой творец. И нельзя сотворить Вселенную без этих качеств. А того, кто обладает этими качествами, мы называем Богом. Да. Логично. Да-да. Так ты веришь в Творца? Или ты принимаешь существование Творца? Я бы даже не назвал это верой. Потому что до сих пор мы следовали логике, верно? Да. Или ты все еще не можешь? Я думаю, что таким образом я принимаю Творца. Но я не скажу, что я верю в Него. Я не знаю, как это выразить. Потому что мой друг тоже спорит со мной теми же аргументами. И он христианин. И в общем, он то же самое сказал мне. Хорошо. Он мой лучший друг. Но я не могу как бы... Мне нужно увидеть, чтобы поверить. Это зависит от того, что ты подразумеваешь под верой. Вот почему я говорю тебе, если что-то имеет смысл для тебя, ты принимаешь это. Я думаю, что да. Так что я разделяю веру и... То, как ты объясняешь все это, придает всему логический смысл. Извини. Все, что ты сказал, имеет смысл. А имеет смысл. Да, это логическое обсуждение. Есть предположения, и эти предположения логичны. А значит, и результат логичен, правильно? Ну да, я так думаю. Поэтому я и говорю, что ты принял существование Творца. И о вере здесь речи не идет. Это как то, что ты говоришь. Я верю, что у этого Стала есть Создатель. Но скорее ты знаешь, что у него должен быть Создатель. Да. Потому что разумом ты знаешь, что у тебя не может быть стола без него. Да. Так что ты знаешь, что у Вселенной есть Творец. Потому что без него Вселенная не может существовать. Логично? Верно. Ты прав. Поэтому не используй слово «вера». Я скажу тебе почему. Потому что многие люди думают, что вера означает слепая вера. Это смутное чувство, которое может быть в твоем сердце. Нет, такого нет. Либо ты принимаешь что-то, либо нет. Если это звучит разумно и логично. Да. Я либо принимаю эту идею, либо отвергаю ее. Тут только два варианта. Да, либо Творец есть, либо его нет. Если ты принимаешь логику, то ты принимаешь и вывод. Да-да. Братья и сестры, прошу ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Ладно. Я скажу 90 на 10, да-нет. Хорошо. Я хочу поговорить о 10. Каков его источник? Просто потому что я скептик. Мне нравится 100%, понимаешь? Знаю. Хорошо. Скажи мне, есть ли что-нибудь абсолютное на 100%? Нет. Вот в чем проблема. Теперь я знаю, что не так. Кого ты слушаешь? Или какие книги ты читал? За кем ты следишь в интернете? Сэм Харрис, Ричард Окинс, подобных людей? Джордан Питерсон. О, Джордан Питерсон. Хорошо. А кто еще? И всех подобных ему людей. Хорошо. Люди, о которых ты говоришь, они внесли в твое мышление принцип сомнения. Ты существуешь? Да. Откуда ты это знаешь? Я думаю, следовательно, я существую. То есть ты используешь принцип Декарта. Я мыслю, следовательно, существую. Да. Но даже этот принцип был подвергнут критике. Если ты скептически посмотришь на этот принцип, что означает «я» в этом утверждении? «Я» означает, что ты должен иметь представление языке. Мое сознание. Нет-нет, ты должен иметь представление языке. И у тебя должно быть представление о себе отдельным от других, чтобы сделать это утверждение. Верно. Так откуда это взялось? Ну, я наблюдаю. Но ты можешь наблюдать, только если сначала докажешь, что ты существуешь. Что значит «я»? Я думаю, что... То есть я должен признать, что что-то есть за пределами моего сознания. И не только это. Но также ты должен признать существование языка, концепции как различия и разделение между вещами. Я отличаюсь от тебя, и ты отличаешься от меня. И так далее. Ты должен принять все эти вещи, прежде чем принять такой принцип, как кагита. Потому что принцип кагита предполагает существование только сознания. Но это не так. Если ты говоришь «я думаю», ты предполагаешь, что есть мышление, понятие мышления. И ты предполагаешь, что есть понятие «я». Да-да. Тебе нужно все это для продвижения. Ты видишь, что я имею в виду? Да-да. Это критика. Послушай, если ты хочешь быть скептиком, то ты не можешь принять даже собственное существование. И эта жизнь будет абсурдной и бессмысленной. Я думаю, что все это просто математика. Поэтому язык вселенной — математика. То есть сейчас ты используешь математику? Да. Как? Звуковые волны моего голоса. Это не математика. Это математика. Хорошо. Можешь дать определение математики. Определение математики? Да. Возьми смартфон и поищи слово «математика» в словаре. Мое определение математики — это язык вселенной. Хорошо. Если кто-нибудь... Я думаю, что язык математики используется где угодно во вселенной. В любой вселенной. Есть ли на Земле словарь, который дает определение математике такое же, как твое? Не уверен? Ответ – нет. Ладно. Когда ты используешь слово «математика», ты заимствуешь слово, которое уже имеет определение в языке. И поэтому я с тобой не согласен. Так что ты придумываешь этому слову новое значение. То есть слова имеют определенное значение. Точно. Поэтому ты не можешь использовать слово «математика», которое априори имеет лингвистическое значение. Я понял. Так что это не математика то, что ты сказал. У него уже есть назначение. Да. Так во что ты веришь? Я в это верю. Это не математика, так что же? Нет, это магия. Позволь спросить, но будь со мной серьезен. Нет-нет. Ты сказал, что ты веришь в магию? Нет, я не верю в магию. Нет, ты только что сказал. Да, я верю в магию. Хорошо. Но если Бог творец, то я бы сказал, что Бог создал все – магия и сверхъестественное. Не называй это магией. Опять же, ты используешь слово. Кстати, я очень точен в своих словах, правильно? Да-да. Потому что слова несут смысл. И люди могут неправильно понять то, что ты говоришь, если ты неправильно донесешь информацию. Правильно? Ты должен быть точен в словах, которые ты используешь. Верно. Если ты говоришь «магия», это не применяется к Богу. Мы верим, что это способность Бога. Это атрибут Бога, проявляющийся в его творении. Это не магия. То, что мы называем магией – это, к примеру, что-то возникает из ничего. Или я достаю кролика из пустоты. Или астрология для женщин. Что-то в этом роде. Да. Это магия, правильно? Иначе мы не верим в магию. Ты сказал, что ты принимаешь существование Творца правильно? Если ты поставишь эти 10%, они не имеют значения. Пока все сказано имеет логическую последовательность. Если это логично и последовательно, я должен принять принцип. Да. Даже сам Декарт жил по этому принципу. Если это имеет смысл, я приму это. Ты понимаешь? Да. Я занимаюсь информатикой, поэтому я логичный человек. Хорошо. И то, как ты логично объясняешь – все. Поэтому я не могу возразить тебе. Да. Потому что я просто говорю здраво. Понимаешь? То, что я говорю, является элементарным здравым смыслом. Потому что, знаешь, в этом суть вопроса. Мы доверяем нашему опыту. Да. Ты не живешь в своей жизни, сомневаясь в своем существовании даже на 10%. И ты не живешь, сомневаясь, что этой женщины здесь нет, или его здесь нет, или меня здесь нет. Мы не живем так. Если бы ты действительно жил бы так, ты бы просто встал перед автобусом. Потому что, может быть, автобуса и не существует. Правильно? Да. Ты не будешь жить свою жизнь таким образом. Потому что ты знаешь, что автобус есть. И интуитивно доверяешь своему опыту. На 100%. Ты знаешь, что ты существуешь. Поэтому для всего должны быть аксиомы. Я должен принять свое существование. Я должен принять существование Вселенной. Правильно? И на основе этого я прихожу к логическим выводам. Имеет ли это смысл? Да. Так ведет себя мусульманин. Иначе жизнь становится абсурдной. Как я тебе пытался это объяснить? Правильно? Да. Это имеет смысл. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала Призыв Дава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.